Это нельзя назвать ни полноценным чувством, ни явлением. Это куда более глубокое понятие, включающее в себя множество факторов. Он не передается генетически, мы уточняли у наших ученых, но зато однозначно его можно в человеке воспитать. И в обновленной конституции нашей страны его проявление уже не обязанность, а долг, равно как и сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа. Это все, как вы уже наверняка догадались, о патриотизме. В ближайшие полчаса изучим это понятие вместе, поймем, как он формируется и как помогает обществу стать единым и сильным государством. Ведь и в этом вопросе, как выяснилось, наука тоже рядом. В студии Екатерина Берецкая. Здравствуйте и смотрите в программе. Любовь к родине, к народу, к его традициям. Разберемся в патриотической терминологии. При каких обстоятельствах возникло понятие патриотизм и что с течением времени становилось его объектом? И где истинная любовь к отчизне, а где манипуляция? Слово патриотизм появилось задолго до нашей эры в Древней Греции. Происходит оно из двух слов, переводится которое как «соотечественник» и «родина». Сегодня понятие патриотизм и патриот разные словари трактуют немного по-разному. Например, словарь-справочник «Политическая наука» говорит о том, что патриотизм — это эмоциональное отношение к родине, выражающееся в готовности служить ей и защищать от врагов. В культурологическом словаре слово «патриот» трактуется как человек, выражающий и реализующий в своих поступках глубокое чувство уважения и любви к родной стране, ее истории, культурным традициям, ее народу. В словаре Ожикова можно прочитать следующие строки, патриотизм — это преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу. А в этнографическом словаре патриотизм — это сложное явление общественного сознания, связанное с любовью к родине, отечеству, своему народу, которое проявляется в виде социальных чувств, нравственных и политических принципов жизни и деятельности людей. При исследовании понятия патриотизм можно найти самую разную информацию, которая, как ни странно, подается под видом научной нередки случаи грубой подмены понятий, когда любовью к родине называют откровенно националистические идеи. Чтобы разобраться в этом вопросе, опираясь исключительно на научные факты, мы пригласили в студию заведующую центром всеобщей истории международных отношений и геополитики Института истории Академии наук Беларуси Ирина Владимировна. Здравствуйте. Здравствуйте. Ирина Владимировна, понятие, о котором мы сегодня говорим, глубокое и исторически важное, поэтому предлагаю наш с вами разговор начать с истории вопросы. Если взять самые древние, самые древние наши этапы истории, когда еще племя, род, первобытный общий строй, понятие патриотизм уже имело существенное значение, по многому даже больше, чем сегодня. Почему? Потому что, что такое привязанность к земле? Земля — это священное место, там захоронены предки, там живут их духи, там живут духи богов. Человек имеет смысл только в привязки к родной земле. Причем религиозный фактор очень значимый. Самое важное то, что самое страшное наказание — это даже не смертная казнь, это изгнание. Потому что вне рода, вне племени, вне этой земли человек уже ничего не значит. Как правило, он погибал. И погибал очень такой страшной смертью. Если пойдем дальше, период, например, античности, патриотизм связывается уже с гражданственностью. И Аристотель, и Платон, они в первую очередь описывают гражданина. А кто такой гражданин в древнегреческом полисе? Это мужчина от 18 лет. Это воин обязательно. И это, как считается, как самый высший статус в социальной стратификации населения. Он обладает всеми правами, но он обладает обязанностями. Две обязанности важнейшие — это служение в армии, это воин. И второе — это управление государством. В период Средневековья, вот уже в Западной Европе — это рыцарство. Здесь несколько уходит на второй план само понятие патриотизма. Создается такая бассально-ленная система. Здесь преданность не сколько государству, земле, сколько преданность сеньору своему. Но с наступлением эпохи Ренессанса, когда возвращаются к античным временам, вспоминают древних философов с их трактатами и о гражданстве, и о патриотизме. Вспоминают истоки. И вот тогда начинает опять это понятие играть существенную главенствующую роль. И поэтому в период буржуазных революций, венцом которых является Великая Французская революция, сразу стал вопрос о патриотизме. Тут такой патриот. Но, правда, уже содержание патриотизма несколько меняется. Мы боремся за права человека, за свободы, за минимизацию государства в жизни общества. Соответственно, эти идеи автоматически заходят в понятие патриотизм. И патриот приравнивается к революционеру. Но очень интересно то, что вот именно в этот период появляется другое еще понятие — национализм. Почему? Потому что выстраиваются национальные государства на национальном факторе. Исследователи отмечают, что, с одной стороны, многие лидеры вот этих вот движений, они какие-то разводят эти понятия. Национальное — это национальное, это нация, национальная идентичность и тому подобное. Патриотизм — это политическое состояние. Это свободы, это государство, это народ в целом. Но другие вообще считают это синонимами. И вот получается вот такая вот путаница даже среди философов того же самого периода. Несколько по иному пути пошли, скажем так, образующиеся еще Соединенные Штаты Америки в это время. Они взяли, переняли достаточно много идей Великой Французской революции. Но когда пошла на спад Великая Французская революция, от многих идей стали отказываться, американцы как раз таки начали их культивировать. Здесь национального фактора фактически нет, на него опираться невозможно, потому что это колонии, национальной идентичности какой-то у населения колонии нет, поэтому в основном это политические моменты. В это время появилось такое понятие, как американская креда, которая характеризовала содержание американского патриотизма в это время. Сюда входили свободы, сюда входила демократия, сюда входила минимализация правительства, права человека, ну и тому подобное. Ничего не меняется, да? Так это же все вырастает исторически. Это же не вчера появилось, не вчера придумано. Придумали это очень давно. И причем не сами американцы. А это все культивируется со временем. Потому что ценности требуются достаточно длительный период развития времени, чтобы они превратились из каких-то знаний и пониманий в глубокие психологические чувства и убеждения. А патриотизм это не просто то, что мы знаем, что надо любить родину, а тогда, когда это является нашей психологической характеристикой, которая предопределяет наши действия, которая предопределяет тот выбор, который мы делаем. А мы делаем его нисходя из знаний. Поэтому достаточно много времени прошло, прежде чем вот сейчас все общество разделяет вот эту точку зрения. И прежде чем Соединенные Штаты Америки могут говорить, что наши интересы, наша свобода мы должны защищать в любой уже точке мира. Я уверена, что патриотизм и национализм в случае подмены понятий, если не разбираешься в теме, как бы есть. Но есть еще радикальный национализм. Во-первых, вот этот вот радикализм, он часто используется для того, чтобы просто идеологически обосновать политическое право на захваты территории, на влияние на этой территории. И обосновать, мы имеем право на эти территории, потому что мы более развитые, мы несем цивилизацию. Вот вспомнить вот эту вот идеологию нацистской Германии перед нападением. То есть сначала выстраивалась вот эта вот система превалирования нашей нации, но всем остальным. Потому что наша культура более сильная, но все остальное. А потом уже фактически шли, ну, чисто политические цели, экономические цели. Надо было показать приниженный уровень славянского населения, чтобы потом спокойно его превратить в рабов. И у кого никаких противоречий бы при этом не возникало. И это чаще всего используется. Но есть и другой аспект. Наши национальные культуры в ходе истории, они взаимодействуют между собой. Они влияют друг на друга. За этот счет они обогащаются. Но когда с одной стороны начинается давление, насаждение, соответственно, идет и ответная реакция. И вот тогда очень часто в качестве защиты начинают проявляться вот эти уже более националистические тенденции под видом патриотизма. Мы защищаемся, мы имеем право на это, да, потому что вот нас дают, что тоже не совсем правильно и уже выходят за рамки непосредственного патриотизма. Многие ученые исходят из того, что национализм и патриотизм – это вообще несколько разные вещи. Национализм связан с национальной идентичностью и нациями, а патриотизм – это уже больше связано с обществом, с государством. Хотя четкой грани разделить невозможно. Есть национальный патриотизм. И поэтому можем говорить, что национальная идентичность, она тоже входит в структуру патриотизма. И в каждом конкретном контексте стоит вычленять, где тут чего больше. И самое главное, то, что все, что касается унижения других национальностей, унижения других культур – это уже за пределами патриотизма и с ним уже никак не связано. Елена Владимировна, а что в других странах? Потому что у нас тема патриотизма зазвучала очень громко в последние годы. Понятно, мы связываем это с событиями 2020 года. Что в других странах? Патриотизм там – это что сегодня? И, ну, как мы любим говорить, стоит ли нам какой-то международный опыт перенять? Если брать, например, тот же самый Запад, в Соединенные Штаты Америки, мы сказали, что там политическая составляющая, свободы, права человека. Очень серьезное значение вкладывается в понятие следования закону и невозможности нарушения закона. То есть это как священная категория. Еще один аспект такой – очень активно культивируется лояльность к вооруженным силам и к тому, что служить в армии – это престижно, воевать – это престижно и тому подобное. Да, даже в некоторых гимнах об этом имеет место. Очень много, кстати, да. При этом сама система патриотического воспитания, она в разных странах своеобразная. Но на Западе, например, в тех же самых Соединенных Штатах Америки, флаг и гимн, начиная с детского садика. В детском садике дети уже учат слова. И перед занятиями в тех же самых школах и вузах обязательно вот эта вот часть, ну, скажем так, символическая часть. Обязательно. Другое дело – восточное общество. То есть это вообще разница противоположная. Но если взять, например, тот же самый Китай. С глубочайшими традициями, с культом предков. Поэтому на первом месте стоит семья с опорой на вот этот культ предков. Самое главное – в почитании, рассматривании старшего поколения как мудрецов, соответственно, и обращение к ним и за помощью, и за советом, ну, и так далее. Третий вариант – это арабские государства, где религиозно, особенно те государства, где религиозный фактор очень серьезный, да. Вот они остаются, их понятие патриотизма остается в рамках религии. В рамках религии эти глубинные чувства, они более живучие, они более существенные, да, нежели то, что мы выстраиваем уже в виде политической системы. Спасибо вам огромное, что нашли время для нашей программы. А мы продолжаем, и не пропустите финальной части программы. Психология патриота – все ли способны по-настоящему любить Родину? Какая роль в патриотическом воспитании отведена семье? И как воспитать сегодня истинного патриота? Большой репортаж программы. Продолжаем разбирать патриотизм с самых разных ракурсов, и пришло время узнать, что же это такое с психологической точки зрения. С нами на связи профессиональный психолог. Здравствуйте, Надежда. Так что же такое патриотизм в психологии? Здравствуйте, Екатерина. Патриотизм – это высшее нравственное чувство. Высшее нравственное чувство с трудом формируется даже у людей. Для этого нужны определенные социальные условия, правила и настроение в обществе. В структуру высшего чувства и патриотизма в том числе входит обязательно понятие о том, что это такое, оценочное суждение, как к этому относиться, и набор эмоций, которые человек переживает. И, конечно, это доступно только зрелой личности. Младенец не рождается с чувством патриотизма. Так же, как он и не рождается своими речевыми умениями, он их формирует. И когда формируется речь, у нас появляется высшее нравственное чувство, в том числе и патриотизм. Конечно, нужны учебники. Конечно, самые простые. Возьмем, например, преподавание математики в начальной школе. А в патриотизм входит, например, анализ демографической ситуации и как нам ее решить, когда уже людям 20, 30, а также 40, а у них еще нет детей. А у нас 6-летний ребенок и 7-летний, и он учится читать, писать и считать. И у него задачка. В семье был один ребенок, сыночек, а потом родилась еще дочка. Сколько детей стало в семье? А дальше психологический вопрос. А как ты назовешь своих детей? Как ты назовешь своего сына и свою дочку? И ребенок пишет ответы. Что сформировалось? Ну, мы идем дальше. А было двое, а стало трое, четверо. И сколько детей? Как ты их назвал? И ребенок счастлив, мы ему ставим, высший балл. И он понимает, но он даже чувствует. Он уже создал семью, будучи в 6-летнем возрасте. Это игра, но это идеологическое воспитание. Это не нудно, это не страшно, потому что без идеологии нет ни одного человека. Спасибо, Надежда, за онлайн-интервью. Больше вопросов к вам не осталось. Факт из научной педагогики. Самый благоприятный период для приобщения ребенка к национальной культуре, а именно с этого, как мы уже выяснили, и начинает формироваться патриотизм, это раннее детство. О сложном педагогическом процессе, результатом которого становится рождение настоящего патриота, в нашем следующем материале. Эта фляжка лежала под землей в лесах Карелии. Нашел ее поисковый отряд «Ведлицкий рубеж» год назад. Раскопки проводили сотрудники Петрозаводского университета. Сейчас фляжка находится в музее 70-й школы Минска. Ее директор вместе с учениками часто входит в состав поисковых групп в России. И вместе они находят то, что сейчас мы можем рассмотреть, а заодно еще раз осознать, каково было воевать за великую победу над немецко-фашистскими захватчиками. Вот такой тюбик, на котором очень отчетливо можно прочесть «Гамбург». Если еще почитать внимательно, то мы с вами увидим в переводе «Крем от комаров». Вот это то, что выдавалось немецким солдатам. Наряду с удобной вещью, которую можно было использовать для того, чтобы привести себя в порядок, побриться, помыться, намазать себя кремом от комаров. А зачем очень элегантно и красиво, взяв в руку чашечку, и спить из нее, быть может, кофейку, быть может, чайку? Я переверну. 1941 год, Бавария, свастика. И покажу вам, как чашка выглядела внутри. Есть предположение, что вот это серебро, в остаточке, которое мы с вами наблюдаем, это ведь тоже трофейная вещь, найденная в лесах, как тарелка. Оно специально было в качестве покрытия, чтобы, не дай бог, не заразились немецкие солдаты, а тем более офицеры. И в противовес одна фляжка, с которой воевали наши, и это о силе духа, о красивой чашке с тарелками, об элитарности и в целом, об идеологии фашистов. Предметы, которые попадают нам в руки, заставляют не просто просыпаться. Они не дают покоя ровно до того момента, пока мы не приходим к результату. То, что я сейчас держу в руках, это смертный медальон одного из белорусских героев, Ермолковича Александра Алексеевича, 1919 года рождения. Это удалось нам расшифровать. Он был призван в Ляховицком РВК Барановической области. В 1941 году погиб в боях в Карелии. Это герой. Мы должны найти вместе с ребятами и педагогами, понимающими значимость всего того, о чем мы с вами сегодня говорим. Об этом дети слушают, затаив дыхание, и приходит главное осознание, понимание, как, когда и в каких условиях наши предки воевали за свою землю. Вот этот музей создан, чтобы каждый ученик почувствовал себя в той обстановке, в которой он бы представил, как это было тяжело тем же мальчишкам, тем же их дедам, прадедам. Чтобы ребенок вспоминал об истории своего народа не только в школьном музее, а именно размышлял об этом, администрация школы предложила детям создать свои альбомы воспоминаний. Подобный проект стал первым в стране. Альбом, созданный учащимися нашей школы. Таких альбомов в нашем музее достаточно много. Нужно сказать, что альбомы создаются не только учащимися, но и классными руководителями, и руководителем по военно-патриотическому воспитанию, и, главное, родителями наших детей. Такой альбом, как правило, представляет историю семьи ребенка. История, которая прошла через судьбу целого поколения. Необходимо сказать, что ребята очень проникновенно относятся к этой работе, ибо в этом альбоме мы можем увидеть именно то, что осталось им в наследство от их прадедушек и прабабушек. Как отмечают педагоги, военно-патриотическое воспитание – это не разовая акция, это система. В мае 2022 года вышел указ президента номер 160-й о развитии военно-патриотических клубов. Именно он дал развитие, дал толчок этому направлению. Новые эпохи, может быть, даже и так можно сказать, в военно-патриотическом воспитании нашей молодежи. В связи с спецификами выполняемых задач, служебно-боевых, соединениями и воинскими частями, такие лагеря удавалось создавать немного, но, тем не менее, это хороший опыт работы. Поэтому по инициативе командующего внутренними войсками, генерал-майора Карпенкова Николая Николаевича, внутренние войска с 2021 года, можно сказать, стали флагманом данного направления в нашей республике. На базе соединений и воинских частей внутренних войск стали создаваться военно-патриотические клубы. Первым стал клуб под названием «Рысь», расположился который в военной части 34-12 в Минске. Сегодня их на базе внутренних войск 18. Попасть в клуб можно с 10 лет. До 14 дети занимаются на базовом уровне, а дальше уже переходят на повышенный. Дни, когда я нахожусь в нашем клубе, у меня возникает очень много эмоций, радостей. Опять же таки, я узнаю что-то новое, это восхитительно. Какие занятия у вас самые любимые? Строевая подготовка, стрельба и сборка-разборка оружия. В клубе я с самого открытия, впечатления очень положительные. У нас каждый раз новые занятия, инструктора придумывают что-то новое, чтобы привлечь нас, заинтересовать как-то, и чтобы у нас появилась тяга к занятиям. Вперед! Смена магазина. Пустой! Обозначен. Вперед! Ребенок наш клуб посещает в течение целого года 2-3 раза в неделю. В эти 2-3 раза в неделю с ним проводятся определенные занятия. Разработана целая программа обучения, согласованная с Министерством образования Республики Беларусь. В этой программе обучение дисциплины, которые мы даем, начиная от занятий по начальной военной подготовке, психологии, идеологической подготовки и заканчивая вопросами воспитательного характера. Дети в клубах находят друзей, да и вообще, как рассказывают учителя, меняются. А дальше от частного. Схожие интересы, взгляды, одна непереписанная история на всех, мы подходим к общему и глобальному идеологии нашего государства. Отсутствие государственной проработанной идеологии порой в государствах создает идеологический вакуум, который заполняется другими идеологиями. И, к сожалению, они порой могут противоречить целям национальной безопасности. В этой части Республика Беларусь уникальное государство, потому что мы приняли на государственном уровне государственную идеологию, в которой патриотизм занимает очень серьезное место. События 2020 года показали, что патриотизм не передается сам по себе, из поколения в поколение. Его нужно взращивать в себе, в наших детях и затем поддерживать. И всегда помнить, что любая пустота, даже в информационном поле, будет быстро заполнена. Только, к сожалению, не тем, чем нужно. Кому в здравом уме еще пару лет тому назад могла прийти такая мысль о пересмотре итогов Второй мировой войны, о пересмотре роли и значимости советского народа в победе в Отечественной войне. Но, как получается, оказывается, подул ветер из окон Овертона. И то, что казалось категорически неприемлемым, стало постепенно входить и в нашу жизнь. Хотя есть Нюрнбергский процесс, который, по большому счету, ответил на все вопросы и поставил точку в этом деле. Мы вынесли уроки из итогов. Что мы сейчас видим? Очень отрадно, что разработчики концепции национальной безопасности Республики Беларусь в проекте концепции впервые защиту идеологии и патриотическое воспитание вписали на уровне стратегического национального интереса. Хочу пояснить, что стратегически национальные интересы для государства – это базовые, это основное. На защиту их отводятся все силы государства. И уже в этом вопросе нам, взрослым, следует помнить – воспитывать нужно не детей, а себя. Ведь дети все равно будут похожи на нас. Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей Родине. Это гораздо больше. Это осознание своей неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание вместе с ней и ее счастливых, и ее несчастных дней. Так о патриотизме говорил Алексей Николаевич Толстой более века назад. Актуальность его слова не потеряли до сих пор, а сама тема патриотизма стала еще актуальнее в последние годы. Почему? Сегодня в том числе и в этом попытались разобраться вместе с учеными. Ведь даже в таком важном для страны и очень личном для каждого белоруса понятии как патриотизм, как выяснилось, наука тоже рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова